Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прио, и сегодня на второе КД дополнение Shadowlands мы рассмотрим абсолютно все моменты легендарочек, поговорим о том, стоит крафтить легендарочку, не стоит ли крафтить легендарочку, стоит ли что-то подождать или вообще ничего не стоит ждать, и сразу же нужно быстрее бежать к крещику рун и крафтить легендарочку. Ну что ж, поехали. С целью более простого объяснения всех этих моментов я открою календарик, и в календарике на момент загрузки видосика будет уже второе число, произойдет ресет, стартанет второе КД. Собственно, те игроки, которые играли с 25 ноября по 2 декабря, уже имеют достаточное количество пепла душ для того, чтобы просто-напросто скрафтить легендарочку первого ранга. Это круто, я вас поздравляю, я тоже могу скрафтить легендарочку, но вот только... Какую? Для Блада? Вемпирическая аура? Круто, не правда ли? Я в Анхолике играю, зачем мне легендарочка на Блада? Какой смысл мне крафтить легендарку? Смысла? Ноль. Для Анхолика самые лучшие легендарочки в соло-таргет это Койл, Лик Смерти, а в АОЕ это Взбешенное Чудище. Тут требуется ворлдбосс, который открывается с 9 числа, возможно, а при худшем раскладе он будет 30 декабря, а тут нужно ласта убить. И то есть не факт, что еще выпадет, скорее всего, хотя там посмотрим, может процент будет хороший. То есть, например, для себя я на этот вопрос ответил еще давно. Мне легендарку не стоит крафтить в тот момент, когда будет достаточное количество пепла-душ. А достаточное количество пепла-душ будет уже 2 числа, как я уже сказал ранее. Пройду еще на разочек Таргаст и будет хорошее количество пыли, там, по-моему, около 1500. То есть, просто-напросто жду 9-е, там 16-е число. Думаю, у многих классов аналогично. Но окей, рассмотрим такую ситуацию. На текущий момент у вас есть бисовая способность в легендарных эффектах. Стоит ли крафтить при таком раскладе? Да, если вы уверены, что этот легендарный эффект не занерфят. Но никто не может быть в этом уверен. Эту информацию знают только разработчики. Являетесь ли вы разработчиком этой игры? Если да, окей, хорошо. Крафтите и просто-напросто, если потом легендарочку занерфят, то вам никто не даст пепел душ обратно. Это не хорстоун, где можно занерфленные карты просто-напросто распылять за полную стоимость. Скрафченные легендарочки вообще никак нельзя абсолютно продизать. Вы не получите нисколечки пепла душ. В этом вся проблема. То есть, если вы скрафтите легендарку, ее понерфят, то просто-напросто вы будете занерфленной легендаркой. Увы, нерфы могут произойти как на героической неделе, то есть, с 9-го числа, так и на мифической неделе замка Нафрия. То есть, с 16-го числа. И это очень такая ситуация интересная. То есть, вообще, стоит ли крафтить легендарку, да? Можно жить в такой паранойе, с такой мыслью, что легендарку занерфят, и вообще не крафтить ее. Но это скучно. И вообще не крафтить легендарку, это такая себе идея. Самый лучший момент для крафта, самое лучшее время для крафта, скорее всего, будет 14-е или 15-е декабря. В этот момент уже будут какие-то нерфы, скорее всего, для мифик недели, основываясь на героя к неделю. И, скорее всего, да, то есть, 14-е и 15-е число, это будут самые такие лучшие даты, самые лучшие числа для крафта легендарочек. Надеюсь, эта мысль ясна и понятна. В заключении этого видосика просто-напросто скажу обычную, емкую и краткую мысль. Если вы хотите крафтить легендарочку, крафтите, никто вам не запретит. Если вы хотите немножечко подождать и реализовать пепел душ получше, быть может, правда, будут какие-то нерфы, то, конечно, подождите. Мой вердикт, крафтить легендарочку в текущий момент не стоит. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании и не забывайте читать различные сайтики с исправлениями каких-либо механик. До скорого!